Хи-хи-хи! Всем-всем привет от Кэт! Сегодня буду говорить своим приятным, томным голосом. А то некоторые немножко раскритиковали мои предыдущие видео, что я изменила голос. Я думала для разнообразия, но ладно, по заявкам буду говорить своим очаровательным голосом и очаровывать вас. У нас Крисмас прошел, Новый год прошел, американцы сразу же выкидывают новогодние елки, убирают декорации. Но вот я немножко подождала после Нового года. Сейчас тоже пойду наводить порядок, убирать декорации новогодние и уже где-то искать в клозетах своих на День Валентина. А вы украшайте свои жилища на праздники? Ммм? Интересно узнать. И вот смотрите какой у меня был веночек, или как вы его назовете, на Новый год. Вот такой вот. Он что-то такой весь в цветочках, такой сиреневый, вот я не знаю прям снимать его или не снимать, как вы думаете. Прям не знаю. У меня вот такая какая-то фигнюшка есть в виде сердца. Это когда-то... Ой, одно такое. Это я когда-то делала. Не знаю, чтобы попарить куда-нибудь сюда. Или это масло масляное. Как вы думаете, девочки? Кто у нас там дизайнеры? Я ж вообще не по этой тематике. Вот так вот еще. Бац, сердце или снять? Смерть тут все равно. Он видно, да, что он... Он такой с подсветкой у меня бел. Видите? Снять его. Опа. И повесить сердечко сюда, как вы думаете? Или не повесить сердечко? Вот оно такое. Бац. Алло, самодельное. Надо купить, конечно, что-нибудь такое поприличнее. Но за отсутствие... Вот, видите, я креативная. Я не особо такая креативная. А вот проявила креативность и сделала сама сердечко. Смотрите. Поставить? День Валентина. У нас уже все приготовления идут на День Валентина. А этот уберу, наверное, да? Красивенький, да? Такой красивенький, да. Ну, он вот тут с игрушками. Да, новогодними игрушками. Вот это вот новогодние цветочки. Ну, красивый такой. Сиреневенький. А тут цветочки такие. Ах, красота. Ну, да, наверное, я его уберу до следующего года. Bye-bye. У нас январь, а на улице просто весна. Солнышка нету, но так тепло, что просто вообще вот я устраиваю своему цветуёчечку. Такие солнечно-воздушные ванны. Вы знаете, я вообще не мастерица по растениям, цветочкам. Обычно у меня даже кактусы умирают. А этот, вы знаете, посмотрите, бедный, конечно. Его надо весной, да? Девочки, просветите меня. Чем его удобрить? Земельки уже мало становятся. Я его ни разу не удобряла. Вы знаете, с какого он года? Он... Вау! Вау! Вы не поверите? Он с 2000 года. С 2000 года! Вау! Я даже сама никогда не думала. Вы представляете? А сейчас 2020? Не может быть, подождите. 2000... Нет, 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 что-то я вообще... Он с 2010 года. То есть ему 10 лет. Боже, что мой цирокой. Он был такой маленький-маленький. Вы знаете, малюсенький-прималюсенький. Вот, наверное, как такой. А сейчас, смотрите, как разрос. Ему 10 лет. Это девочки, хозяюшки. У кого, как здесь говорят, грин там, зеленый пальчик. То есть у них все колосится, зеленеет и растет хорошо. Как бы его подкрепить, чем его удобрить? Я его даже боюсь трогать. Боже, боже, я же такая, знаете, у меня все через левую руку делается. Вот, я хотя бы, знаете, открыла дверь, и ему вот такие вот солнечные воздушные ванночки, чтобы он подышал, посмотрел. Поливаю его раз в неделю водичкой, которая такая, знаете, отстоялась. Я специально набираю бутыль. Она у меня неделя отстаивается. И раз в недельку я его поливаю. Посмотрите, ему 10 лет, девочки. Да, он с 2010 года. Представляете? Обалдеть. Вау. А теперь, смотрите, у меня вот еще что я нашла. Вот такая вот коробочка. Вот конфетки когда-то были. Сейчас я поставлю как украшение. А это, может, моя любимая. Моя любимая. Это, я не знаю, кто. А, кто? Соловулька, розовая лягушулька. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Батарейки. Кисме написано. Кисме. Батарейки у нее еще работают или нет? Ой, а где тут? А, вот тут пузико. Ну-ка. Работает, видите? Она вам поцелуйчики послала. А. Вот такая вот. Ей уже тоже, вы знаете, сколько. Господи. Ну, не знаю, сколько она насмавшаяся в поцелуйчиках. И вам шлет. А, а, киси-киси, хаги-хаги. Это на день Валентина. Я всегда в виде декорации куда-нибудь выставляю. Вот такая вот у меня красотулька. Ну, что, смотрите? А? Вон, видите, нет? Олени сколько? Один, два, три, четыре. Но они все с кустиками слились одного и того же цвета. Видите? Вот они. Вон, один, два. Вон там. Третий. Прямо на меня смотрит. Прямо на меня смотрит. Вы знаете, что они смотрят? Что они ждут? Они ждут кукурузы. Тут одна дамочка есть по соседству. Она их кормит кукурузой. Она приучила их. Они вообще людей не боятся. Смотрите, вот он идет на меня. Иди сюда. Вот, видите? Вот он. Вот он. Вот он. Опс. Вот он. Вот он. Вот он. Видите? Вот он. Он хвостиком махает. Камера пытается пассироваться на моем пальце. Вон они ходят. Видите? Чтобы их волки не съели, они прямо просто одного того же цвета с кустиками. Видишь, как природа маскирует их. И они прямо сейчас рядышком со мной были. Но у меня кукурузы нет. Так что извиняйте. Я уже говорила, что здесь индюки толпами ходят. Кого-то только нет. Да все ты смотришь. Ты знаешь, что я тебе говорю? Да, красавчики. Молоденькие, не пойму. Или какие-нибудь хвостиками. Трик-трик-трик. Трик-трик-трик. Ну, чем тебе угостить? Яблочком. Иди сюда, яблочко дам. Раз, два, три. Там четвертый прячется. Ну, ладно. Не хотите, как хотите. Так, а вот это вот, смотрите, такой домик, оригинальный такой, двухэтажный. Выставили на продажу. На продажу. Оригинальная цена первоначальная была 350. За 350. Ну, за 350 это слишком задорого. Сейчас цену скинули. Вот я думаю. Может быть, мне прикупить. Кто еще не знал, у меня новый род деятельности. Я сейчас очень активно, оперативно занимаюсь real estate, недвижимостью. Недвижимостью. Ну, вот. Так что это хорошее капиталовложение. Домик такой, очень даже оригинальный. Вот это вот слева. Видите, да? Вот это вот слева. Это у нас тут гараж. И потом идет сам дом. Там пять спален. Четыре ванны и туалеты. Большая кухня. Классный такой балкончик, патио. Наверное, когда-нибудь погода будет хорошая. Я договорюсь с тем агентом, который занимается этим домом. И сделаю, может быть, вам экскурсию, если вам интересна такая тематика. Напишите мне, дайте мне знать, если вам интересно смотреть, какие дома здесь в Америке продаются. Я вам могу показать очень-очень много интересных теремочков и домочков. Так что, ча-ча-ча. Так, а теперь я делаю себе обед. Смотрите, что у меня будет. Салат. Салат. Беру, типа, вот такой вот уже салат. Упс, в пакетах. Прямо туда его бабац. Прямо бабац. И так вот. Раз. Тут у нас всякая капуста, салат. Вот такая капуста. Так, потом беру. Вот у нас шпинат. Свежий шпинатик туда. Так бабац, бабац. Вот так вот прямо. Так, какие-то а-ля помятые, некрасивые. Так, вот такие листья. Потом помидорки. Помидорки. Тоже куда-то бабац. Вот так вот раз. Бабац, я люблю все целиковое. И все, а-ля салатной готов. Заправляю я виноградное масло. Из виноградных косточек. И это оливковое масло. И просто на глаз. И потом обязательно использую немного свежего сока. Лимончика. И лимончик. А-ля, бортенц. Салат наш готов. Одной рукой масло неудобно открывать. Нет, не получится. Просто бац на глаз. Вот так вот налила. И все. И я показывала, что я использую вот такую вот розовую гималайскую соль. Сверху бац-бац. И все. И вот такой вот у меня будет сегодня легенький перекусончик. Обедик. Всем приятного аппетита. Хорошего настроения. Спасибо, что вы были со мною. Вновь прибывшим. Добро пожаловать. Не забывайте подписаться. Кликните на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Будет очень много интересного. Это была ваша Кэт. Которая живет где-то между Нью-Йорком и Филадельфией. И я не говорю до свидания, а говорю до скорых-скорых встреч. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok